Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вторая группа лиц – это те, кто за счет своих средств занимается строительством дорог, мостов, водоснабжением или же посвящает себя полностью исследованием для новых открытий во благо человечества. Такие деяния превышают различного рода поклонений и хаджа, добавил он. Следует отметить, что, конечно же, все перечисленные рахмоном дела являются благодеяниями, но совершение хаджа считается одним из пяти столпов ислама, и в этом нет разногласий среди исламских мазхабов, включая ханафитский мазхаб. Для каждого мусульманина, имеющего возможность к совершению хаджа, он является обязательным, и никакие другие действия не могут снять эту обязанность с мусульманина, насколько благими бы они ни были. Что же касается строительства дорог, школ, мостов и обеспечения населения водоснабжением, по исламу это входит в прямую обязанность государства, а не отдельных ее граждан. Часть 4 статьи 152 проекта Конституции Исламского государства, подготовленного одной из международных исламских политических партий, гласит, Из государственного бюджета Байт-Уль-Маль оплачиваются жизневажные общественные службы и отрасли хозяйства, как содержание дорог, мечетей, больниц и школ. При нехватке средств немедленно собираются дополнительные налоги для покрытия соответствующих расходов. Как отмечают наблюдатели, режим Рахмона вот уже на протяжении нескольких лет перекладывает прямые обязанности государства по благоустройству населения страны на отдельных лиц, в основном на местных бизнесменов, причем против их воли. Продолжение следует...